ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это так прекрасно! Знаешь, какого цвета эта футболка лососевого? Лососевого? Да. Ну, ты знаешь, лосось бывает разный. Есть лосось вот такого цвета, есть лосось вот такого, знаешь, коричневатый, когда тебя пережарят сильно. Привет, друзья! Это «Орел и решка»! Самый морской, самый пляжный, самый жаркий, самый крутой сезон! И мы прилетели в один из самых развитых городов Азии. Мы в Куала-Лумпур. Слушай, ты знаешь, я хотел тебя попросить, мне как-то, мне кажется, я руку сбил и что-то не везет мне с золотой картой. Броси ты, пожалуйста. Ну, в конце концов, я ни разу еще не бросала. Давай, орел! Решка! Мне кажется, я нашел свою руку. Давай лучше ты. Это прекрасно. Может, так нельзя делать? Вообще, можно менять руку? Конечно, можно делать. Конечно, можно делать. У нас так пьянящая передача. Можно руку менять на ходу. Супер! Давай я переброшу. Да нет, на тебе рюкзак. Бросай с рюкзаком. Тренируйся. Слишком быстро все произошло. Так бывает со мной. Ну и ладно, город очень красивый, надо его увидеть пеше. Этот уикенд мы решили провести в столице Малайзии – Куала-Лумпур. В городе, который не просто грех обойти стороной на пути к морю. Ведь это один из самых развивающихся, самых контрастных. И самых популярных мегаполисов нашей планеты. В Куала-Лумпур мои 100 долларов превратились в 411 малайзийских рингит. Теперь надо добраться до города. Куала-Лумпур столица. И цены на такси здесь столичные. Поэтому я иду на автобус. Знаете, друзья, за то долгое время, пока я был со 100 долларами, я много думал и философствовал. Ведь мы неправильно тратим деньги в передаче. Зачем брать дорогие, роскошные, яркие, пестрые тачки, если машина – это не роскошь, это средство передвижения. Но потом я взял в руки золотую карту и ко мне вернулся рассудок. Митсуока Лэссейд – эксклюзивный японский автомобиль. Таких в мире 500 экземпляров. Этого глянцевого красавчика словно только что выкатили из ретро-музея, добавив ему со всех сторон современного брутального тюнинга. Я прям захотел почувствовать, каково это вдыхать запах богатой жизни. Let's go, my friend, faster! Согласитесь, внешне авто похоже на какого-то британца 50-60-х годов. Но на самом деле ничего ретро в нем нет. Митсуока Лэссейд – это модификация. Японцы просто взяли вот такой Ниссан Сильвия, оставили от него начинку, движок и подвеску и засунули в новую коробку. А малазийцы его еще и тюнинговали на свой вкус. Я король дороги! Автомобиль яркий, пестрый, эпатажный. Доехать из аэропорта до города – супер! Можно получить удовольствие. А долго на нем кататься – нет. Начинаешь чувствовать дискомфорт. Во-первых, все это пластмассовое, вот эти все золотые наклейки. Он бутафорный, как декорация для кинофильма. Претензия, конечно, у него на такой, знаете, дорогой автомобиль типа Lamborghini, с точки зрения жесткости внутри и дискомфорта. Но он едет, как Lamborghini. Он едет, как Жигули. Но ревет, как я не знаю что. Но ревет, как мотоцикл. Автомобиль сделан не для комфорта, а для эпатажа. Стоит такой эпатаж порядка 40 тысяч долларов. А мне на два дня обойдется в 3 тысячи. Спустя час я наконец-то добралась до столицы Малайзии. Сегодня Куала-Лумпур – это огромный мегаполис, в котором проживают около двух миллионов человек. Здесь и мусульманки в паранжах, и косынках, и раскрепощенные китаянки, и гоциозные индуски. В год малайзийская столица принимает более 9 миллионов туристов. Это прямое попадание в рейтинг самых посещаемых городов планеты. Кто-то приезжает для того, чтобы погулять между небоскребов, кто-то для того, чтобы в парке пофотографироваться с обезьянками, кто-то делает бизнес, а кто-то приезжает учиться. Прекрасный город. Несмотря на сотни бетонных небоскребов, Куала-Лумпур называют самой зеленой азиатской столицей. Потому что возле каждого небоскреба высаживают деревья. А иногда даже не возле, а прямо на нем. Да, Куала-Лумпур не знает, что такое снег и зима. Здесь круглый год очень влажно и жарко. Все 365 дней в году держится температура в районе 28 градусов. Жаришка. В городе есть три главные достопримечательности. Первая – река. Куала-Лумпур в переводе означает «грязные устья реки». Ну, если честно, эту реку достопримечательностью не назвать. Но что правда, то правда – очень грязно. Но местные эту реку чтят и называют рекой жизни. Именно здесь когда-то нашли редкий и дорогой металл – олова. Благодаря ему и образовался город. Достопримечательность вторая – главная площадь города. Раньше на этом поле британцы играли в крикет. Ну, те, что колонизаторы. А теперь это площадь независимости Малайзии. Такие дела. И, наконец, достопримечательность третья. Куала-Лумпур знаменит своими самыми высокими в мире башнями-близнецами Петронас. 88 этажей. Та-дам! Часто туристы приезжают в Куала-Лумпур только ради вот такой фоточки с этими двумя высотками. Чтобы сложить полную картину о городе, лучше всего рассмотреть его сверху. Несмотря на то, что мой автомобиль выглядит как супергеройский, летать он не умеет. Но это не значит, что я не умею летать, ведь у меня есть мое золотое крыло. Полетели! Слушай, что-то не то. Вроде бы по-богатому, но вертолет есть, золотая карта. Но как-то что-то настроения нет. Я придумал. Давай то же самое, только так, чтобы замедленной и под крутую музыку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот это другое дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, а как полетели! Какой красивый взлет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обалдеть! Какой мегаполис! Сложно представить, что еще буквально недавно это был просто поселок шахтеров, которые добывают олово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При этом Куала-Лумпур – это не только бездушные глыбы из бетона, металла и стекла. Несмотря на то, что город довольно развитый, но реально столько зелени. Очень красивый аршаб. Прямо посвячи города. Зеленая гора. А если пролететь еще дальше? Вау! Вон там, за городом. За верхушками деревьев находится Малакский пролив, соединяющий Индийский и Тихий океаны. Туда и отправлюсь. Я тоже хочу увидеть море, но общественным транспортом долго. Арендовать машину в Рентале очень дорого – порядка 40 долларов. Поэтому вот вам лайфхак. В Куала-Лумпур очень много автомобильных сервисов, куда привозят бэушные тачки со всего мира. Потом их ремонтируют и продают. На радость туристу, тут можно арендовать какой-нибудь корыц за совсем недорого. Например… Старенькая, но резвая. БМВ 88-го года за 25 долларов в сутки. Я считаю – прелестно. Прям хочется сказать словами своего папы – вот раньше машины делали. Это крошка 88-го года. Мы с ней практически ровесники, между прочим. А как выглядит? А как едет? Ну в целом, я на крутой тачке, еду к морю. Слушайте, не работает спидометр. Стрелочка застыла на 20. Я уже выехала на автобан и стрелочка все так же показывает 20. Надо быть аккуратнее, а то еще заберу скорость, а я буду остановить. Ну и плюс посмотрите на мой руль. У меня просто руль наискосок вот так вот смотрит. Видимо, какие-то проблемы со стойкой. Но на уикенд, машина просто муах. Сказка просто красивая, хорошая. Салон кожа, я тебе говорю. Пока Алина только едет к морю, я уже на месте. А поскольку туристу с золотой картой не пристало просто валяться на пляже, я решил попробовать что-нибудь экстремальное. Флайборд – это такая платформа, которая крепится к ногам. В действие приводится за счет потока воды, который подается по шлангу от водомета гидроцикла. Со стороны ты, словно супергерой, боришь над водой. Пришло время испробовать этот аппрокцион на себя. Если верить инструкторам – ничего сложного. Тело интуитивно подскажет, как действовать. Твоя задача – балансировать и удерживать равновесие. Я дал заднюю. Но оказалось, все не так уж и просто. Говорят, на этой штуковине можно подняться на высоту 9 метров от воды. Но мой предел на сегодня – пару метров. И знаете что? Оно и к лучшему – не так больно падать. Все нормально, я жив. Рано деребанить мою золотую карту, я жив. Тем временем я наконец-то добралась до пляжа. Это самый популярный и самый ближайший к пляж – море Бич. Давайте на него посмотрим. Плотность населения. Людей совсем немного, а те, что есть – это явно малазийцы, приехавшие из Куала-Лумпур. Все очень приятные, веселые. Море везде радует людей. Песок. На самом деле он светлый и очень мягкий. Но весь этот небольшой пляж полностью усыпан подношениями. Здесь верят, что подношения океану отводят природные катаклизмы, связанные с водой. Инфраструктура. Да, возможно, вы удивлены, но она тут есть. Кафешки, даже импровизированная парковка, душевые, туалет. Ну а теперь море, точнее протока. Оно такое мутное из-за того, что прибивает ил и грунтовые воды с острова Суматра. Ой, водичка очень теплая. Приятная такая, поэтому, собственно, все сидят в воде. В общем, ставлю этому пляжу двойку. Поубирать бы здесь, был бы хороший пляж. Говорят, неподалеку есть пляж получше. Отправлюсь туда. Я немного проголодалась и решила заехать в одно интересное место. В районе городка Порт Диксен есть кафе Лаки Кинг Бан, что переводится как «счастливый огромный пирожок». И подаю здесь всего одно блюдо – пирожок. Как прикольно он выглядит! Карри-пирожок – это тесто, внутри которого мясо с карри. Очень популярное блюдо в Малайзии. Как необычно вообще это выглядит! Вот вы только себе представьте запах свежеисплеченного хлеба с карри и курочкой вот прямо передо мной. Вот мне так хочется, чтобы вы почувствовали хотя бы немножечко. Потому что это просто пахнет восхитительно. Ну что, время дегустировать. Знаете, на что похоже? Как наша паста, как куличик наш, удобный, только без глазури и изюма внутри. Очень вкусно! Запах карри умеренно острый, курочка прям тает во рту. Вы понимаете, насколько гениальная идея? Таким способом можно запекать морепродукты, овощи, сыр. И ничего не вытекает. Потому что тут все как бы в специальном таком пакетике такой бумаги для запекания и в фольге. Хлебушек поднимается, внутри все тушится. Вот и так вкусно! В принципе, стоит приехать в Куала-Лумпур, чтобы вот это попробовать. Ну и всем хозяйкам на заметку, что мы не сможем такое у нас приготовить. Прям вкусняшка. Что-то я проголодался. Хорошо, что золотая карточка устроит мне ужин на высоте. И я не преувеличиваю. Потому что есть я буду на специальной платформе, которую краном поднимают на высоту 40 метров. Этот аппетитный экстремальный аттракцион так и называется – Dinner in the Sky или же Обед в небеса. Hello, guys! Опа, пристегивают, чтоб не выпал. Мне кажется, если бы бабушка меня в детстве так же пристегивала, я бы весь борщ доедал. Уху, of course! Опа, мы идем вверх. Сначала становится немного страшно. Думаю, что кусок в горло не полезет. Но на фоне соседних небоскребов высота в 40 метров кажется вообще крохотной. Здесь спиной к столу не получится сесть. Потому что неприлично. Ну еще потому что нельзя повернуться, физически кресло мешает. Так, так, до каких пор она будет откидываться? С одной стороны любопытство, с другой стороны 40 метров. Не, все, окей, вот так вот, я откинулся уже. О том, что ты в ресторане напоминает только находящийся в центре повар. Который из заранее приготовленных на земле продуктов собирает тебе ужин. Начинается небесная трапеза с закуски. Так, это салат. Тыква, помидоры черри, листья салата и брынза. В общем, ничего особенного. Теперь посмотрим на основное блюдо. Что мы имеем? Это сибас в сливочном соусе. Кое-какие овощи. Вот там морковка, кабачки, яйцо. А нет, это не яйцо. Это картофель, внутри которого тыква. Ну и маленькая, маленькая такая стружка из фуа-гры. Вот такая вот. Вот она, собственно, вся. Я вам скажу честно, блюдо вроде как бы изысканное, но не вкусное. Вот сибас пережаренный, фуа-гра какая-то горькая. Все-таки здесь на высоте кухня невысокая. Итак, вывод. Идти на ужин в небе только ради кулинарных изысков не стоит. Кухня тут достаточно незамысловатая. Но, если вы хотите получить весь спектр впечатлений и радости, тогда да. Потому что это и высота, и приветливый персонал, ну и красивый Куала-Лумпур. В панорамном виде. Так что я не жалею, что я потратил эти деньги. Тем более, что это не мои деньги. А я наконец-то добралась до еще одного пляжа. Называется он «Голубая лагуна» и полностью соответствует своему названию. Здесь немного людей. Белоснежный меленький песок. И теплые прозрачные воды Малакского пролива. По сравнению с другими пляжами Малайзии, этот как с открытки. За что я ставлю ему твердую четверку. К концу первого дня я вернулась в Куала-Лумпур. И самое время найти себе ночлег. Я уже успела изрядно потратиться, поэтому отели мне не по карману. Ну что ж, буду жить в хостеле. А, здесь нужно снимать обувь. Хорошо. Как дома. Прикольные птички. Хостел называется Натали Гестхаус. А выглядит он как коммунальная квартира. Стены, которые украсили детскими рисунками. Я взяла себе комнату за 6 долларов в сутки. Посмотрим, что мне досталось. Послушайте, да у меня просто люкс-апартаменты, учитывая, что это хостел. Во-первых, я здесь одна, а не еще с 15 людьми. И у меня двуспальная кровать. За 6 баксов. Мне кажется, это успех. За 6 долларов это победа. Жарковать немного. Сейчас включу вентилятор. Но есть в этой комнате один минус. Знаешь, долго в этой комнате не высидишь, конечно. Такое некое напряжение. Давящий красный. А я на этот уикенд выбрал один из лучших отелей в окрестностях Куала-Лумпура. Какой большой холл. И роскошь под всем. Просто. Отель Лексис Гибискус – это пристанище для богатых туристов и состоятельных куала-лумпурцев, которые приезжают на выходные к морю. Я хочу купить лучший сут в хотел. Сколько это стоит? Мы имеем в виду президентскую суту. Президентскую суту. Да, да. 5,287 рублей. Да. А это бастором сетю. Это бастором сетю. Все. Да. Я в этом карте нет. Я тушу к этой карте. Хочешь его touch? Конечно. Самый дорогой президентский сут. Пожалуйста. Одним взмахом палочки. Абракадабр. Спасибо большое. Поднимать ее. Чтоб вы понимали масштабы, до моего номера ехать полтора километра. Пока-пока. Было приятно постоять с вами. Друзья, я устал, правда устал. Уже поздно. Хочу спать. Давайте я вам завтра покажу номер во всей его красе. Договорились? С вами так легко договориться. Спасибо большое. Вы даже глазами не успеете моргнуть, уже наступит утро. Пока. Я сегодня обошла город просто вдоль и поперек. Такие контрасты. У меня в голове сотни ярких картинок. Надо отдохнуть только, потому что Бобник сдох. Все, спокойной ночи. Пока. Расскажи приятно. Было возможно, даже начинать. Подписывайтесь на это кл god 오늘. Продолжение следует. ХEurope готовing к поддумке. Чтоб вы regret ceiling Post tal этот розумь sinners. Чтоб в93 check показащ과목ы. Сobilк件事情 Online liquid the ring op the bell на trick видео. С有一 ан дошти щелок. Мне 5 минуточек, дай, надо голову высушить. Доброе утро. Доброе утро. Я же говорил, что даже моргнуть не успеете. Идем покажу номер. Lexis Ghibiscus. Это пятизвездочный курортный отель с личным рестораном и 639 номерами. Построен в виде цветка гибискус, который пророс прямо в море. Все его лепестки и листики – это виллы на воде. У каждой своя парная и личный бассейн. А в моем распоряжении лучший номер этого отеля. Роскошный, просторный, двухуровневый президентский люкс на 382 квадратных метрах. Итак, что у меня здесь? Три огромных спальни с персональными джакузи и бассейнами. Огромный холл с зоной для отдыха, плазмы и кухни. Есть маленькая комната для прислуги на случай, если вы приехали не один. Ну и самое главное – это прекрасный вид на чистейшее море, которое открывается со всех комнат. Приезжая в этот отель, многие туристы не выходят из него все дни своего пребывания. Этим собираюсь заняться и я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На второй день я решила покинуть Куала-Лумпур и отправиться в еще одно интересное место поблизости. Для этого мне нужно заплатить 4 доллара, сесть на паром, и через полчаса я на месте. Я приехала на остров Кетам или Крабий остров. Почти весь остров – это нагромождение домов, похожих на гаражи, и которые к тому же стоят на свае. А живут здесь рыбаки, которые всю жизнь ловят крабов и даже поклоняются им. Куала-Лумпурцы приезжают сюда как в деревню. Отдохнуть от цветы мегаполиса и, конечно же, попробовать свежайших дешевых крабов. Только представьте, эти два румяных красавца в Куала-Лумпур стоили бы долларов 40, не меньше. А здесь я отдала за них всего 15. Ну что, приступим? М-м-м-м. Вкусно? Понятное дело, что вкусно. Свежие, просто свежайшие крабы. Он такой прям сладковатый. Это похоже на крабовые палочки, только очень-очень свежие и вкусные. И они более-таки, мясо более волокнистое, сладковатое, не сочное, даже немножечко суховатый такой краб. Можно даже взять какой-то соус. Я на платье наступила. Это Коля вспоминает. Да что ж такое? Закончить уикенд я решила на одной из самых высоких и самых красивых точек Куала-Лумпура. Привет! Привет! Ох тыжка! Такое чистое небо, как будто бы звезды просто упали вниз. Все, перевернулось. Звездное небо передо мной. Билет на лучшую обзорную площадку города, телебашню Минара, Куала-Лумпур стоит 24 доллара. Но за эти деньги ты получаешь просто сумасшедший вид на огромный мегаполис с высоты 300 метров. Тысяча огней, просто тысяча. Но это еще не все. Тут же находится полностью стеклянный куб, подвешенный прямо над центром города. Обалдеть можно! Ты стоишь в стеклянном боксе на высоте, там где даже птицы не летают. Немножко стремновато, но очень круто, очень. Уху! Но когда просто смотришь вниз, такой ух, хочется немножко держаться за поручной. Просто огромный мегаполис у моих ног. Друзья, узнали? А? Это же тот самый парк, из которого я взлетал на вертолете. Не узнали? Ладно, хорошо, тогда вам еще ориентиры. Это велосипедист, перечеркнутый, а здесь мостик. Запомните их хорошо, потому что именно здесь вас будут ждать ваши 100 долларов. Вот они, пока они еще мои. Но это ненадолго. Смотрите, вот прямо у вас на глазах они превращаются в ваши. А если подробнее, Куала-Лумпур, парк Таман-Тасик-Титиванкса. Ищите мостики, под одним из них вас и будет ждать клад от Орла и Решки. Все, вот здесь вас ждут 100 долларов. Новые впечатления и Куала-Лумпур. Куала-Лумпур способен напугать туриста своим размахом. Обалдеть, какой мегаполис. Скоростью. Я король дороги. И развитие. Роскошь во всем. Но если взять себя в руки, то даже всего 100 долларов могут подарить вам множество впечатлений и сюрпризов. Старенькая, но резвая. На уикенд машина просто муааа. В принципе, стоит приехать в Куала-Лумпур, чтобы вот это попробовать. До каких пор она будет откидываться? За 6 долларов – это победа. Вау! Огромный мегаполис у моих ног. Как же ему рассказать? Еду, значит, я на бмв с пляжа и решила… Нет, не так. Значит, еду я с пляжа на своем бмв. Или нет? После крабов я решила немного еще прикусить. Привет, Алинка! Привет! Я смотрю, ты меня встречаешь прям хлеб-соль, как дорогого гостя. Ну конечно. Но это не совсем хлеб-соль, это хлеб с сюрпризом. Неплохо. Интригующие. Не хватает усов и типа сектор-приз на барабане. Сейчас мы даем тебе 100 долларов и не открываем хлеб. Ой, лучше бы мы его не открывали. Оля, я просто пережила, что ты будешь голодный. Я буду голодный. Алин, у меня золотая карта. Я не могу быть физически голодным. Это такая передача. Слушай, когда у меня была золотая карта, у меня на ужин то черви какие-то были, то стакан с кровью. Я постоянно ходила голодной. Ну, Алин, ну… Как бы тебе объяснить? Слышно что-то такое слово «гидовщина»? Ты уже прошла этот период, все окей. Ты не представляешь, что там на перезагрузке у новенького этого мальчика происходит? А пойдем поговорим. Все, ребят, пока. Счастливо, пока-пока. Давай поконкретнее про свой дедовщину. Я ему хлеб, значит, привожу. Переживаю. Все нормально. Это по даче. Благодаря хлебу я тебе раскрыл себе карту. Да, да, да. Пока-пока. Продолжение следует...